Всем привет, это редакция Kazan First. Меня зовут Артур Яникеев, рядом со мной журналист Ильнур Ерхамов. Сегодня тема нашей дискуссии – материнский капитал. Мы, как молодые отцы, можем даже уступать в какой-то степени экспертами в этом вопросе, поэтому нам есть что сказать по этому поводу. Давай, Ильнур, начинай. В общем, у нас грядут серьезные изменения в законе о маткапитале. Во-первых, что хорошее, маткапитал индексировали, его последние несколько лет не поднимали. Сейчас за рождение двух детей дают 616 тысяч рублей. Артур, напомни, сколько ты получал и когда? Кажется так. Ну, так как я из старых отцов, то есть я за первого ребенка маткапитал не получал. Первым я родился в 2012 году, второй в 2014. За второго мы получили, кажется, 426 тысяч. Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме. С января 2020 года это 466 тысяч 617 рублей. Именно столько до сих пор полагалось при рождении второго или последующего ребенка. Такая поддержка даст возможность семье подготовиться к рождению второго ребенка. Предлагаю увеличить материнский капитал еще на 150 тысяч рублей. Право на эти дополнительные средства к материнскому капиталу семья получит при рождении уже второго ребенка. Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 тысяч 617 рублей. Если в семье сейчас есть ребенок, то после рождения второго материнский капитал должен предоставляться ей уже в новом увеличенном размере. А это, как я уже сказал, 616 тысяч 617 рублей. Эти деньги это не какой-то кэш, не конверт, не чемодан и они не падают к тебе на карточку. Это такие мнимые условные единицы, просто сертификат, которым ты не сможешь расплатиться ни в магазине, ни в автосалоне, нигде. Объясняю, почему Артур так сразу же начал. Мы отследили, как идет дискуссия вокруг этого материнского капитала. Сейчас появляются такие жесткие хейтеры, Водонаева. Она говорит, зачем кормить нищету и бедность в регионах, если они не умеют пользоваться презервативами. Лучше бы предохранялись и не рожали детей, чтобы потом государство на них тратилось и эти деньги направляло. Это первое направление. Вы знаете, я бы на уровне государства вообще всех уравняла и не давала бы за роды материнский капитал, потому что не считаю роды чем-то особенным. Я считаю, что все должны работать одинаково, все должны рассчитывать на свою зарплату, а не на капиталы. Второе направление, наверное, это, я так думаю, эти оппозиционеры, школьники, которые еще никого не рожали, но уже считают, что у нас хотят прикормить население вот этими деньгами, да, вбухнув им вот этот вот кэш. Считают, что это живые деньги. Артур, сейчас еще раз объяснить вам, что это нифига не живые деньги. Вот. И третье направление в дискуссии тоже почему-то настроено против маткапитала. Все считают, что дети – это исключительно плод любви, вот этих романтических чувств между двумя взрослыми людьми, да, там. Не всегда взрослыми, но давайте. Вот. Но давайте скажем честно, что в принципе дети – это еще и такой, знаете, инвестиционный проект, да, там, рассчитанный по финансам для родителей. Сумасшедшие вещи, говорят, не любят. Да, это обычно касается вторых детей, но сегодня уже и первые дети тоже попадают. Проект, продукт, мотивация и прочие вот эти слова из умных книжек. Конечно же, мы об этом не думали ночью с женой перед вторым ребенком. Но как на это посмотреть? Возвращаясь, просто я хочу сказать, что если там, условно говоря, средняя зарплата, помнишь, мы обсуждали тогда? Да. Если средняя зарплата у жены 36 тысяч и у мужа 36, то вдвоем на 72 тысячи они худо-бедно в Казани выжить могут. Как только появляется ребенок, жена беременна, уходит в декрет, деньги в семье заметно убывают, если муж не поменял работу. А просто я для всех один раз скажу это. Маленький ребенок, которому один месяц, два месяца, три месяца и до полутора лет, он тратит ровно столько же денег в месяц, сколько взрослый человек. Если, условно говоря, ты или я, или ты, Саша, или ты, Лена, можем прожить месяц на 20-25 тысяч, то маленькому ребенку, который просто лежит, спит, ходит в туалет и не разговаривает, нужно тоже 20-25 тысяч в месяц, чтобы выжить. Это вот такая сухая математика, мы берем самые необходимые продукты туда, бензин тот же самый, памперсы очень много съедают. Поэтому, просто, чтобы понять, третий ребенок, вернее, третий человек в семье, это увеличение расходов на примерно 60%, все, а при этом доходы в семье падают. Мат-капитал, я не знаю, как пока вот это будет работать с точки зрения закона, то есть, как это вот, сейчас уже пошли споры, а если мой ребенок родился там 14 января, до послания Путина, имеет ли он право на эти деньги там и так далее, то есть, опять пошли махинации. Наверное, сейчас снова увеличится, я думаю, вот, как бы, предложение желающих обналичить мат-капитал. Ну, вот эти все махинации, да, схемы придумали. Потому что 466 тысяч рублей за первого ребенка, наверное, я так думаю, жизненный опыт мне подсказывает, что за 100 тысяч от них их можно обналичить. То есть, 366 тысяч теоретически кто-то может получить на руки. Я думаю, схема будет примерно такая. Тоже очень там, ну, выделение каких-то земель, домов, там, списка в квартиры и так далее. То есть, нет, на самом деле, реальная помощь – это кэш. Если кэша нет, то мат-капитал – это сертификат. Вот вклад в образование, я вообще не понимаю эту, вот эту формулировку образования. Это минимум… Это минимум ждать, там, 7 лет до того, как он пойдет в школу. Нет, вообще-то… И с 18 до университета. Смотри, сегодня закон трактует, что, в принципе, на образование можно потратить деньги и на первого ребенка. То есть, родился малыш, да, благодаря которому у семьи появился мат-капитал. И эти деньги можно убухнуть на образование первого ребенка. Сейчас есть такая возможность. Вообще, мат-капитал, вот этот закон о нем, да, он движется, он развивается. И вот там с 18 года появилась возможность на получение ежемесячных выплат в размере одного прожиточного минимума. Это тоже станет 10 тысяч рублей, да. Если семья не набирает на каждого члена семьи по два прожиточных минимума. Это моя любимая тема, если честно, и самый больной вопрос. Мы его понимаем неоднократно. Почему-то государство заботится в первую очередь о маргинальных семьях. Вот в моем дворе я забираю дочку из школы и веду ее домой. Женщина лет 30 и мужик, ну где 35 лет, пьяный оба в Зюзю, у них ребенок полтора года на коляске. Она говорит, Витя, ну что ты там мямлюшь, ну возьми ты 0,5 и приходи уже, сколько тебя ждать. И вот таким семьям, которые рожают, которые рожают второго, вот им будут платить по 11 тысяч в месяц. А нормальным семьям, ну я уж, ладно, говорю, моей семье, где жена работает, где я работаю, где мы вот. Ну не то, что сводим концы с концами, но мы каждый день находимся в каком-то интеллектуальном соревновании, пытаясь заработать денег и поставить детей на ноги. Нам государство не платит ни копейки. Напротив, мы платим 9 тысяч за бесплатный садик. Бесплатный, можно назвать это бесплатный, социальный садик. Это остальное, единственный регион в России, где есть вот эта абонентская плата в детских садах. И мы вот ее платим. То есть о нормальных семьях государство никак не заботится. То есть у нас нет ни льгот на проезд, ни льгот там за питание в садике, нет. И вот эти 11 тысяч в месяц, естественно, мы никогда в жизни не увидим. Потому что что? Потому что мы нормальная семья. И помогать нам не надо. Артур, а разве у вас нет возможности направить средства из маткапитала на оплату детского сада? Первый раз об этом слышу. Ну, наверное, мы рожали второго ребенка, во-первых, не ради маткапитала. И уж точно не ради того, чтобы этими деньгами закрывать то, что он хочет. Потому что я знакомился с положениями в этом законе, и там вроде бы как прописано, что при себе можно направить деньги на детский сад. Если, условно говоря, путевку в Турцию летом стоит 35-40 тысяч на человека, а перевести маткапитал можно в 10 путевок в Турцию. Если бы нам дали 10 путевок в Турцию на 10 лет вперед, это была бы намного более существенная помощь со стороны государства, чем оплата садика. Есть особое положение у Татарстана с новым законом, кстати говоря, когда повышается маткапитал до 616 тысяч рублей. Эксперты уже подсчитали, как быстро закроет семья ипотеку, если решится купить двухкомнатную квартиру по программе семейной ипотеки. Значит, смотрите, семья вносит 20%, которые необходимо внести первоначального взноса, плюс 616, и идет покупать где-нибудь в Казани, квартиру в районе 3 900 миллиона, 3 800 миллиона. И подсчитали, что семья будет под ипотечной кабалой примерно 9 лет. Ну, это понимаете, Татарстан вошел просто в список богатых регионов, где так мучаются москвичи, у них 14 лет, в Питере 12 лет. Ну, кстати говоря, самое выгодное положение получается у жителей Мурманской области, там у них на всего на ипотеку идет 9 месяцев. Так что вот Татарстан богатый регион, и у нас строительный бизнес развивается, и квартиры строятся, и на них спрос есть. И, грубо говоря, 616 тысяч – не такие уж и большие деньги для казанцев. Но, наверное, это очень существенные деньги для жителей районов Татарстана, да, там Арск, Урусу, Агрыз, Мамадыш. И для них это очень хорошее поспорие, поэтому, наверное, в этом в отношении. Вывод мы делаем какой? То есть рожать будет кто, в первую очередь? Жители глубинок, сельских поселений, далеких регионов, да, там от центра. Мне что-то тебе нравится, Ильну, ты хорошо как бы вот в этой теме. Я больше как бы с бытовой и социальной точки зрения смотрю на вопрос, кто у нас рожает. Вернее, грамотно рожать, естественно, с детства нас учили, ребенка, надо быть готовым к рождению ребенка. Да. То есть, чтобы у него было, чтобы он не голодал, чтобы ты не думал, как, ну, там, среди с концами и так далее. То есть ты говоришь опять же, что, в принципе, ребенок – это проект, который просчитывается. Да нет, это элементарно просчитывается, готов ты к нему или нет. Ну, просто же говорят, что нужно рожать по любви, по вот этим вот, по страсти. Говорят, как там, дал Бог зайку, даст ему лужайку. Даст ему лужайку. У нас большинство, мне кажется, мыслит именно этим способом. Бог накормит всех, но это же Бог так захотел, чтобы ребенок был, значит, все будет у него нормально, понимаешь? Ну, а сейчас-то у семей появилась мотивация, что 460 тысяч за первого ребенка – это, в принципе, выгодно. Вывод в том, что на первых порах, может быть, это и позволит как-то увеличить демографию, увеличить количество людей, детей и так далее. Но если сейчас мы говорим о том, что у нас каждая вторая мать-одиночка, то я не думаю, что вот в этом плане как-то ситуация изменится. Что мужья будут меньше уходить из семей и так далее. Потому что, мне кажется, долговая яма и вот бытовуха будет ухудшаться, и она в итоге как бы поглотится. От меня, наверное, положительный вывод. Та ситуация с мат-капиталом, которая была до 1 января 2020 года, до послания Владимира Путина, и то, что он нам обещает сейчас – это существенное развитие вперед, это расширение помощи, это поддержка семей в сложных регионах, где, в принципе, нет экономики, но между людьми, взрослыми, есть любовь, и они хотят детей. Вот, поэтому я думаю, что это будет положительный эффект, я с этим согласен, с Артуром, но насчет того, насколько и как долго… Поговорим, когда у тебя родится второй ребенок, калаверсально. Да, ну, пока еще я не поучил мат-капитал, но его жду. Вот, поэтому говорите, что вы об этом думаете, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Это был Ильнур Ерхамов, Артур Еникеев, всем пока. – А вы сами будете рожать детей, чтобы получить мат-капитал? – У Артура появляется возможность, если он решится на третьего ребенка, то государство может ему погасить кредит за ипотеку на 450 тысяч. – А если… – А у меня уже есть первый ребенок, если я рожу второго ребенка, я получу 616 тысяч. – Вот кредит на ипотеку еще раз меня волнует, он только на ипотеку, – То есть у меня есть кредит, то другой кредит? – Только на ипотеку. – То есть другой кредит мне погасить не могут? – Нет. – Нет? – Кстати говоря, в законе, да, у мужчин появляется возможность, если он сделает детей от разных женщин, он получит несколько мат-капиталов. – Как? – Потому что мат-капитал прикрепляется именно к женщине, а не к мужчине. – Вот так вот, да. – Женщина один раз в жизни может получить мат-капитал, а мужчина несколько мат-капиталов. Но он еще называется материнско-семейный капитал. Он называется материнско-семейный капитал, на самом деле семейный капитал, но прикрепляется именно к тому, что женщина родила ребенка, а не мужчина сделал ребенка. Субтитры создавал DimaTorzok